На самом деле, все добрые дела, которые человек делает, они указывают только на то, на одну вещь, только на одну вещь. Я за Бога. Ну, то есть, я, ну, потому что, почему человек, если разобраться, почему человек не делает добрые дела? Ну, потому что он обижен этим миром, а точнее Богом. Вот человек на кого-то обижен в целом, он значит, обижен только на Бога. Потому что, кроме нации Бога, здесь никого нет. Господь нам все организует, это наш концерт. Это, как бы, сольное выступление. Он для нас все это сделал, для каждого по отдельности. Вот, и если вы считаете, что все здесь неправильно, или что-то неправильно, то вы просто не знаете подробностей своей судьбы. А почему мы не знаем подробностей? А потому что мы недостойны. На более высоких планетах там знают свою прошлую жизнь, и за что наказан человек точно знает. И знает, когда он получит наказание следующее. Но здесь мы ничего не знаем, потому что мы вообще, как бы, недостойны ничего здесь. И мы еще удивляемся, почему так? Ну, значит, так на бедокуре. Вот, насколько на бедокуре, настолько получили. И еще, как бы, насколько я знаю, это еще такой легкий способ, ну, как бы, часто Господь, ну, как-то так делать, чтобы человек отрабатывал свою судьбу, ну, получше как-то. Ну, по крайней мере, здесь, потому что есть еще ад. Там все построже. Там котлы есть, там всякие. Ну, там всякие варианты есть, построже там ситуации. Ну, здесь как-то, так, слабиночка какая-то есть определенная. Но еще надо знать одну вещь, что каждый человек имеет право побеждать судьбу и победить судьбу. И это право надо выбрать. Просто многие люди даже не знают, как оно выбирается. Я вам просто это объясняю сейчас, что нельзя думать о том, чтобы все было плохо. Это не выбор победы. Это выбор поражения. Выбор победы простой. Решила, что ты делаешь что-то не так. Или решил, сделал в прошлом, что-то не так. Все, теперь настройся на это, вот то, что вот ты тогда делал что-то не так. На это настройся в сердце своем и теперь делай что-то так. То есть начни действовать правильно сейчас по отношению к другим людям. Не думай о том, что ты не так сделал и о том, что было. Часто люди еще знают, почему думают о том, что было. Потому что они не верят, что такое счастье можно получить в будущем. Кажется, что все как бы прошло. Это неправильное мышление. В этом мире существует два времени для этого человека. Два времени. Одно время материальное. Когда человек начинает думать о своих делах, о себе, о своей жизни. На него начинает действовать материальное время. Оно гасит счастье всегда. Чем больше человек думает о себе, тем больше он лишается счастья. Замкнутый круг. Сам процесс старения тоже влияние материального времени. Материальное время на тело влияет, на грубое тело. Оно постепенно его старит. И не только постепенно. Есть два типа старения грубого тела. Один тип постепенный. А он всех устраивает. Там, ну, 85, там, допустим, 90, там. Всех устраивает. Нормально. Но есть еще циклическое старение, которое неожиданно наваливается. То есть человек жил, жил нормально. Потом просто здоровье испортилось. А что это оно испортилось? Циклическое старение есть. И оно побеждается тремя типами аскез. Длительно непрерывное движение. Неподвижное положение тела и пост на воде. Убирает циклическое старение. Человек преодолевает влияние времени. И так же время влияет еще на психику человека. Оно старит психику таким образом. Психика не может стареть. Как психическое тело, пока мы живем в материальном мире, оно будет жить. Оно, можно сказать, вечное здесь, в материальном мире. Но есть способ один сделать так, чтобы человек стал старым. Это не дать ему жить в настоящем. Но если время выдавило человека из настоящего времени, как оно выдавливает? Ну, типа, ты уже, как бы, у тебя уже возраст. И, типа, все самое хорошее у тебя уже в прошлом. Все это все было. Ну, то есть, все, что было, то было. А дальше уже ничего не будет. И время так выдавило человека в прошлое. И все, он как бы, ну... Старик, это тот, кто живет в прошлом. Если человек живет в настоящем, он даже... 80 лет я видел таких людей, не старый. Он молодой. Вот, допустим, взять классический пример. Почти 90 лет. Шалга Аманашвили. 90 лет почти. 88 лет. Он по 6 часов подряд лекции читает. Я по 4 как-то. Еле-еле. А он по 6. И он не чувствуется, что он старый вообще человек. 88 лет. Это же вообще. Я не мечтаю даже столько прожить. У меня даже в мечтах нет. А он еще бодрствует и в полном здравии. Я, наверное, как бы... Уже в этом возрасте, если я, не дай бог, доживу, то я на улице даже будет страшно выходить, потому что я думаю, у меня кости будут греметь в это время. Звук будет создаваться такой страшный. А он бодрячком вообще летает по всему миру. Представляете, это же аскеза, переведет эти. Тяжело очень. Почему так человек сохраняется? Вот в чем вопрос. Две вещи всего. Любой человек может так сохраняться. Одна вещь это аскеза для тела. Длительное движение, неподвижное положение. Тел в пост на воде. Это одна вещь. Вторая вещь это аскеза для психики. Что это значит за аскеза? Никогда не сдавайся. То есть не надо жить в прошлом. Только начала думать, как бы... Затянулась белая тень. От старинного пруда. Ведь была как булотина. Я когда-то молода. Только начала думать... Только начала так думать. Все, как бы... Сразу старая стала. Белой теной затянулась. Не надо, чтобы мозги затягивались белой теной. То есть надо... Всегда верить. Верить, что есть будущее в жизни. Нельзя жить в прошлом. Жить в прошлом, остановить все. Уже закончилась жизнь. Только в будущем. Верить в будущее. Верить в настоящее. Ну как Олег Геннадьевич верит в настоящее? Все же было в прошлом. Все в прошлом это означает неправильная вера. Есть второй вид времени. Духовное время. Называется на санскрите Анандам Будхи Варданам. То есть все возрастающее счастье. Завтра будет лучше, чем вчера. Но только в духовном мире. Понимаете, не здесь. То есть все возрастающее счастье возможно только если человек свое сердце отдал Богу. Но если человек верит в эту человеческую любовь, не хочет он упрямиться, он не хочет отдавать Богу свое сердце. Тогда все остается в прошлом. И можно всю жизнь вспоминать, как там что было. Вот как там, как ты там на водных лыжах она плыла за тебя за спиной. Ну и ты вот увидел, какая она как ангел красивая. И вот она уплыла от тебя потом. И ты теперь вот всю жизнь думаешь об этом. Понимаете, это не маразм. Это жизнь. Человек верит не в Бога, а в человека. И так он живет потом. Сквозь года летишь за мной. Ты сквозь года летишь за мной. И это многие люди так живут. И это не маразм. Это просто вера в человека. И вера в человека разрушает полностью жизнь. Понимаете? Человек думает, что все, что было, этого у меня никогда не будет. И никакого счастья у меня больше нет. И быть не может. Все. До свидания. Сквозь года летишь за мной. Все. Больше нет шансов жить дальше. Понимаете? Но даже, понимаете, если даже тебя бросил человек, это бросил человек. Но если ты хотя бы любишь природу, я уж не говоря о том, чтобы любить людей, хотя бы любишь природу, ты все равно почувствуешь облегчение. Если ты включишься в отношения даже к природе. Понимаете? Если человек находит в стрессе, и там побежал по лесу, по лесу, олени там и все прочее. Понимаете? Включился в природу уже, как бы, что, я до сих пор вспоминаю, как они такие бежали перед нами. Красивые. Да? Красивые? Красивые. Вы видели олени здесь в лесу? Здесь вот прям. И здесь. Да? Такие. А это я понял. Я на вокзале понял, кого вы делаете. Там, в конце, олени ходили. Ну, они идут, вообще ничего не изображают. Я понял. Это были олени. Правда, с этими, с бутербродами. Не прибил. Я понял. Человека бросили, реально ему плохо. Но он побеждает судьбу тут же, понимаете? То есть совсем другой подход к жизни. Просто контакт с природой. Даже не обязательно там молитва. Если человек любит природу, он уже сразу понимает, побеждает судьбу. Ему разбили сердце там, он плачет, но он побеждает судьбу. Сразу же. Потому что просто любит природу. Понимаете? Хотя бы это. А если человек любит Бога, так вообще ему сердце разбить невозможно. В стресс вести человека, который любит Бога, невозможно. Ничто его не сломает. Он всегда у Бога берет силы на любую ситуацию, понимаете? Он чувствует счастье глубокое, которое на тех людей ищет от Бога всегда. Невозможно быть несчастным рядом с Богом вообще. Посмотрите на этих людей, которые я специально вам видео показал, которые там пели. Разве может их что-то уничтожить, их счастье, если они в таком находят состоянии в отношениях с Богом? Они все будут принимать в жизни, все, что происходит. И все, и радуйся жизни. Побеждай судьбу. Не печалься, не думай о прошлом. Мысли о прошлом означают, что человек не хочет жить. Надо начать жить. Иди на природу, живи. Смотри на добрых людей. Надо понять, как все работает здесь. Вот эта энергия Солнца, она наполняет радостью всех людей. Люди потом друг другу зеркалят это все. Изучайте, как устроен этот мир. Этот мир соткан из радости, он не соткан из печали. Но мы не видим этого всего. Почему? Потому что не хотим жить. Вот там что-то не понравилось. Вот ребенок, маленький ребенок, ему что-то не дали, он лежит, он не хочет уже ничего. На, корветка. В прошлом живет, все. Он, ребенок, он не понимает. Потом здесь удала такая. Забыл. Немножко счастье получил, забыл уже о прошлом. Чтобы забыть о прошлом, надо счастье получить. Понимаете? Так не надо ждать, когда тебе кто-то сисью даст. Иди сам на природу. Иди сам на природу, иди спасай себя сам. Теплее становится от людей, которые правильно живут. Человек рано встал, он веселый. Потому что солнце его поднимает, его сознание вверх. Если он лежит, то солнце встает, а сознание внизу. Недовольный вот он встает, не солнечный. А если он вместе с солнцем встает, солнце встает, то он встает. Солнце возбуждает сознание. Птички чирик-чирик-чирик. У каждого по-своему возбуждает сознание. Петух сидит, сидит такой, сидит. Только солнце как будто поднимает. Солнце его возбудило. Смотрите, как действует солнце. Или лягушки в такие болоте сидят. И они очень компанейские. И одну лягушку всего катается солнечный свет. Одну лягушку. Это описано беда. Как люди должны хорошее настроение перенимать друг у друга. Это описано, сравнивается с лягушками. Вот одну лягушку солнечный свет коснулся. И она такая. Сразу же, как только она квакнула, сразу все остальные. Их еще не коснулся солнечный свет. Но они уже радуются. Потому что кто-то обрадовался рядом. Вот так человек должен жить. Он должен это. А иногда, допустим, в трамвай едешь, допустим, он там раз что-то обрадовался. И смотрю на человека, на реакцию. Какой. Не обрадовался, что ты обрадовался. Даже лягушка радуется, когда ты радуешься. Что у тебя тогда за сознание? Если лягушка даже радуется. Солнцу петухи даже радуются. Курицы тоже все сидят. Так только петух укорректнул, все курицы тогда сразу раз раз. Все, побежали. Бегать. Они заботятся, ходят, заботятся. Вот. То есть идет процесс жизни. Идет. Но если человек, он замкнулся на себе. Вот курицу, допустим. Если курица сидит, она уже не кукарекает, не бегает. Не так, а сидит просто. Это значит, она скоро помрет. Она погрузилась в прошлое, понимаете? Затянулась белая. Что-то у нее там сработало не то в голове. Она вспоминает там этот. Связаны мы с тобой. Вот петуха какого-то вспоминает. Этот петух ей уже не нравится. Как бы она не может уже. А тот, который был, его уже не вернешь. Все, его уже, уже съели. И она поэтому сидит такая. Нахокрилась такая. Бледненькая. Все. Жизни нет. Это значит, все уже. Ну, то есть. Или она перестанет так себя вести, или все. Косит сразу, косит. Хуже, 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 и потом все. Человека косит. Или вставай сам, или будет только хуже. Если тебя заморозила судьба, как бы ты уже такой, будет только хуже дальше. А дальше это пьянство начинается, там выпивает человек, это уже все. Есть у мужчины как бы штопор вниз. Знаете, когда есть мертвая петля, самолет делает какой-то, и он уже не может выйти, нормальный состояние, он падает колом уже все. Так и у мужчины это пьянство. Пошел пить, уже потом вытащить очень сложно. У женщины это депрессняк. Женщина не пьет. Она просто входит вот это состояние замороженное, такое входит замороженное все. Даже уже оленем ее невозможно назвать. Это что-то другое уже. Олени, они хоть ходят, там бутерброды едят. Вообще. Что это за состояние? Даже не знаю, с чем сравним. Ленивец он. Счастлив он такой висит. Черепаха, может я не знаю. Страшное состояние. Зачем так жить? Но есть два варианта всегда. Запомните, два варианта. Один вариант. Мы взаимодействуем с Богом как судьбой. И тогда будет жесть. Что это значит? Это значит, человек идет на поводу у судьбы. Он злится. Он недоволен. Он депрессняк входит. Он чувствует несправедливость. Это означает поддался. Ну то есть, ясно, судьба бывает очень сильной. И человек может чувствовать жесть, несправедливость, плохо. Это все возможно. Но надо быстрее из этого состояния выходить. Потому что есть два типа отношения с Богом. Один тип отношения, это когда ты реагируешь на удары судьбы. Ты жестко реагируешь и начинаешь недовольным быть, угрюмым там, злым, протестуешь. И дальше судьба будет тебя мучить, продолжать. Ты входишь в такие отношения с ней. Ну то есть, есть отношения страдания по отношению к судьбе. То есть, если тебе нравятся такие отношения, пожалуйста. Но есть другой вариант, понимаете. Второй вариант есть отношения с Богом. Когда человек все принимает. Со всем согласен. И это только первый шаг к другим отношениям. Все принять еще недостаточно. Нужно в этот момент настроиться на Господа, как на личность. Он, понимаете, он как судьба работает, как... Это его административные функции. Он там на работе. Он когда на работе, он нам дает плоды наших поступков. Просто он ничего личного, просто вот получи то, что заслужил. Понимаете? Но он еще может действовать как личность. А как личность он очень нежный, добрый, любящий, любимый. Понимаете? Красивый. Как личность Господь. И для того, чтобы он действовал как личность, мы должны забыть про свои заботы. Забыть про себя. И начать прославлять его слуг. Потому что Господь как личность начинает жить, когда он вспоминает про святых людей. Про самых любимых душ для него. Когда он думает о самых любимых, тогда он становится личностью. И тогда только милость начинает действовать в сердце. Когда действует милость Бога в сердце, все грехи, все препятствия, все страдания, все, что у нас там плохого есть, все начинает таять. Все начинает таять, понимаете? Как лед, как лед тает. Все страдания тают, как лед. Господь как личность действует через святых людей. Мы просто вспоминаем святых людей и сразу все страдания тают. Печаль уходит. То же самое происходит, когда мы с добрыми друзьями общаемся. Добрые люди это люди, которые идут к Богу. Вот все люди, они то добрые, то недобрые. Но когда все пришли на клуб Лага, все стали добрыми. И в это время, когда вы общаетесь с правильно настроенными людьми, в это время действует Господь через их сердца как личность. И поэтому очень быстро все в жизни меняется. Понимаете? Это особый вид. Это то, что описано в ведах. Понимаете? Люди часто думают, блин, Олег Геннадьевич, я приехала на три дня. Ну скажите мне конкретно, что делать, чтобы вот у меня бабушка, как бы там, или дедушка, или сын, или еще что-то. Это все нормально. Я могу сказать то, что я могу сказать. Но я сейчас хочу вам дать понять, что есть другая жизнь. Веды описывают, что люди, если просто находят время для того, чтобы вместе помолиться, вместе пообщаться о Боге, то в это время Господь начинает действовать как личность, и просто все страдания, они сгорают в процессе просто этого общения. И все. Как будто все остальное было наваждением в жизни. Вот, допустим, поднимите руку, кто из вас, вот, после прошлых встреч, вот, какой-то, допустим, на три дня вы приезжали, у вас как будто вот сердце такое облегчение наступило, что потом пошла жизнь по другому руслу совсем. Вот, видите, это означает, что вы сильно включились. Это и есть победа над судьбой, дорогие мои друзья. В чем победа заключается? Чтобы вы смогли установить с Богом отношение как с личностью. Это значит, что вы только на милости живете, вы уже не живете своей судьбой. Знаете, люди, которые занимаются духовной практикой непрерывно и постоянно, цель духовной практики, это и есть включиться в отношение с Богом как с личностью. Это включение происходит через добрых людей, через храм, даже через природу, если правильно к ней относиться. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи тучи, всюду веешь на просторе. Ну, то есть, как к личности относиться даже к энергиям Бога. Тогда в этом случае у человека другая жизнь наступает. У него попадаются хорошие люди, они ему помогают. У него все начинает ладиться в жизни. Почему? Потому что другие отношения с жизнью. И он начинает воспринимать этот мир не как жестокий и страшный, а как нормальный. Этот мир может быть жестоким и страшным? Может быть. Если ты в слой невежества входишь, там мир жестокий и страшный. Этот мир может быть очень напряженным? Может, если в слой страсти входишь, мир становится напряженным? Этот мир может нести счастья много? Может, если ты в слой благости входишь, тебе счастье этот мир несет? Вы понимаете, хорошо, допустим, здесь во время лекций, ретрита в целом чувствовать себя счастливым, благостным слоем. Но надо это сохранить и там, где вызовы судьба дает. Вот, допустим, в самолете или на работу идешь, или на работе. Надо учиться этому, дорогие мои друзья, учиться находиться в настроении контакта с Личностью Бога. Смотреть на его отношение к тебе. Почему он дал тебе такую судьбу? Почему у тебя с утра и до вечера работа одна, где нельзя продохнуть? Ну хорошо, если у тебя одна работа с утра и до вечера, так ты в это время учись думать о Боге. И тогда у тебя не будет одна работа вся жизнь. Придет время и все поменяется. Нужно просто включиться правильно. Нужно никогда не сдаваться. Вот, допустим, я еду в электричную. Ну как тут подумаешь о Боге? Это твои проблемы. Ты должен это делать в любой ситуации. Понимаете? Никогда не сдавайся. В любой ситуации пытайся включиться в отношение с Богом как с Личностью. Означает думать о святости, думать о чистоте, думать о красоте. И тогда все поменяется в жизни. Фактически возможность очень доброго отношения к людям означает только одно — это наполненность. Вот как люди могут всегда прощать, просить прощения? Значит, наполнив человек. Наполнив человек означает контактировать с Богом как с Личностью. Даже вот с природой. Вот один контакт — это ветер там заболеет. Ну, заболеешь — значит, заболеешь. Хочешь заболеть? Пожалуйста. Ветер дует — заболеет. Но у тебя есть разные варианты. Ветер можно воспринимать это как милость. И тогда ты не заболеешь, у тебя лечение начинает сразу. Понимаете? Все зависит от восприятия. Это называется переключить тумблер. Вот если ты, допустим, идешь, тебе не хочется ветра, потому что ты думаешь о себе, и он тебе мешает, тогда ты заболеешь. А если ты включился в ветер, переключил тумблер как бы, и ты радуешься ветру, тогда ты не заболеешь, у тебя чистка организма начинается в это время, он начинает тебя лечить сразу же. Это же энергия природы. Он лечит. Солнце тоже. Можно считать, что оно тебя, ну, солнечный удар делает. Тогда будет солнечный удар. Но если ты любишь солнце, ты можешь даже на сильном солнце не заболеть. Я такие опыты проводил с собой. Я разок в Израиле, я приехал туда последний раз, там было, ну, 45, что ли. Ну, очень жарко. Я приехал в конце августа. Еще жара не спала. И мне надо бегать, то есть я искупался в море, и побежал вдоль моря, там все бегают, там разумные люди, там, они, женщины, стайками бегают, так потихоньку, и общаются, болтают по дороге. Бегут и болтают, они сразу несколько дел делают, наполняются сейчас любовью друг от друга, еще движением, морем наполняются. Все такие веселые, смотрят на всех, улыбают. Супер, отлично. Мужики так по одному, как петухи, бегают. Ну, хорошо, тоже нормально. Вот. Все получают здоровье. Я побежал тоже, но все бегают в основном с утра, а я чуть запоздал и побежал где-то часов в 9. Ведь уже солнце такое поднялось, уже сильное, такое яркое. Я начал с любовью к нему относиться, я думаю, ну, смогу, не смогу, если будет сильно жарко, полезу в море. Но я решил проэкспериментировать. Я бегу и смотрю, я как бы думаю о солнце, и оно в меня входит, начинает меня лечить, и я как бы всем желаю счастья. Просто здесь очень сильно концентрация нужна, что ты всех любишь, не боишься вот этого движения. Солнце, оно жар вызывает внутри. Страшно становится. Не надо пугаться, надо вот его принять. И потом я после, я наполнился солнцем, и после этого я полез в воду. Обязательно надо. Потому что, когда ты уже не думаешь активно о солнце, оно все равно же внутри осталось. В это время перегрев может наступить. И не во время, когда ты радуешься солнцу, а после. И в это время я полез в воду, и такой пшшшшш. В воде начал остывать тоже благодать такая от воды. Потому что, когда много солнца внутри активного, ты в воду лезешь. Не солнца деструктивного, когда ты уже не любишь солнце, и идешь по солнцу. Там накопится плохое солнце. А когда ты радовался солнцу и залез в воду, в это время тебя просто расслабляет. Вообще классно. Вода тоже становится нектаром. И все. И такое лечение произошло. Когда человек в бане. Чем отличается? Я помню, я одного индуса привез в Россию зимой. Он говорит, холодно, я не могу. Я не знал, что так бывает холодно. Я говорю, ну пойдем погреемся. В баню его привел. Вот. А мы сидим там в бане. Он заходит такой и вылетает. Я говорю, а что ты испугался? Он говорит, это жарче, чем у нас летом. Я говорю, не бойся, радуйся теплу. Радуйся. Он такой, зашел, боится. Короче, трясется весь. Но никогда не был в бане. Я его посадил такой. Он сидит, боится. Я говорю, радуйся, радуйся. Он такой сидит, поверил мне, радуется, радуется. Потом вышел. Я его в холод запихал. Так же. Он тоже боится. Говорит, я там замерзла. Я говорю, не бойся. И потом раза два. И он такой, ой, как мне хорошо. Вот видишь, все нормально оказалось. Проблем нет. Вот. Ну то есть, все зависит от отношения. Можно испугаться холоду, испугаться солнцу. И тогда тебе хуже будет, заболеешь. А если ты обрадовался, то наоборот, все хорошо. Ну и когда человек наполненный природой, добрыми людьми, чувство собственного достоинства способно работать на прощение. Ну то есть, человек наполнен, только он сильный. Он способен прощать. И просить прощения. Способен. У него есть силы. Нужны силы для этого. То есть, чувство собственного достоинства может сильно заряжаться. Можно так сильно зарядиться, что ты даже, ну не обидишься, что тебя любимый человек бросает. Это означает святость уже. Человек заряжен так сильно, что ничего не обижается ни на что. Он все может переварить, чего хочешь. Это называется достойная жизнь счастливой. Когда человек сгибает свою спину перед Богом, он обладает, он получает такую свободу в сердце, что он ни от кого уже не зависит. Но тем не менее, он никого не бросает. Понимаете, часто если человек ни от кого не зависит, тогда, а да, пошли вы все. Я таких тоже видел. Человек Богу поверил, всех побросал, пошел. А я уже все, не нуждаюсь. Что, верующий человек? Нет. Этот человек использует энергию Бога в своих целях. Таких людей, вид, называют имперсоналистами. Кто такие имперсоналисты? Этот человек, он наслаждается духовной энергией и говорит, я уже отречен, я мне все, не завишу от вас, все, и дети от меня. И он думает, что ему все должны там деньги давать, там ходит, пожертвования собирает. Но делать ни для кого ничего не хочет, только молится, ходит, изучает Священное Писание. Это обман. Понимаете, настоящий человек, который наполнен Богом, правильно, он сразу же идет отдавать это людям. Вот только наполнился Богом, сразу отдаешь. Счастье нельзя держать внутри себя. Оно не любит этого. Счастье – это супруга Господа. Супруга Господа любит, когда ее отдают Господу. Счастье пришло – отдай. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Понимаете, то есть такой обмен должен идти. Так что за личиной святости может таиться холод. Человек может чувствовать себя очень хорошо. Он почувствовал Бога, он почувствовал святость. Ему хорошо. Ну и пошли все нафиг. Неправильное мышление. Или второй вариант – брезговать теми, кто хуже, допустим. Я мясо не ем уже, а он – вонючий мясоед, брезговать. Брезговать – это гордость тоже. То же самое. Ну ты сам таким был. Бог же воспринимает всех в вечности. Он Бог в сердце думает, что значит, почему мясоед? Ты смотри, ты в прошлой жизни вообще зайчиком был. На себя-то посмотри вообще. Я там крокодилом был. Крокодилом? Я разок это, ну, мне Бог показал, вот, в прошлую жизнь я потом захотел. Дальше, дальше. Мы же бесконечные. Олег Иванович, а еще один вопросик? А еще один вопросик? Бесконечные. Я тоже так же, представляете, я думал, что я не такой. Это же он мне показал. А я, а дальше, а дальше. И там просто он прокручивать начал мне в сердце. Раз, два, три. И я говорю, стоп, вот здесь вот. Стоп кадр, представляете? Ну я чувствую жизнь, но я ее не разворачиваю так. Дальше, дальше, дальше. Много, много, там уже, я не знаю, 50, 60, 70, дальше. Бесконечно. И в какой-то момент, а стоп, вот здесь хочу посмотреть. Я чувствую, я такое вытянутое тело такое же. Нет, серьезно говорю. Я, ну что-то, жру такое, свежее такое. Но чувствую, что плод что-то. Я даже вкуса не чувствую. Мне нравится просто она, что это энергии нравится, что она пругая такая, как бы, что в ней прана есть. Я даже не чувствую вкуса, вот какое там сладкое, соленое, не чувствую это все. Просто вот мне нравится. И тело у меня, знаете, такое, как резиновое, оно такое неуклюжее такое. И вот, ну какое-то другое, понимаете, так вот. Не почувствуешь, что так вот. Я такой, я нахуй. Я такой думаю, что такое? Ну это я главный. Это я, то есть я вяжу, я Олег Геннадьевич. И жру кого-то там, понимаете? Плочко хуй-то вяжу, в теле такой камешок. Я понял, что это крокодила тело. И такой, батюшки мои. Так он нас помнит такими. Местоят проклятый. Да кто-кто. Посмотри на себя там. Лет 200 назад хрюкал там или еще что-то. Бог же все это видит. Он думал, ну ты вообще даешь. Два месяца назад бросил есть мясо, уже все мясоедами стали. А сам хрюкал там, позапрошлой жизни ходил. Непонятно вообще, что ел. Для свиней, знаете, если так вот энергетически посмотреть, для них, ну, какашки такие, жидкие, это, ну, как для нас, чатни. Ну, томат, томатный соус. Приправа. Остренькая такая. Не нравится вам, да? Тогда не ругайтесь ни на кого. Что все познается в сравнении, понимаете? Не ругайтесь, человек в луже лежит, допустим, пьяный. Это не деградант. У него такой этап развития. Он, между прочим, гораздо лучше, чем в теле собаки, допустим, или свиньи. Хоть даже, пусть даже домашние свиньи, она ухоженная вся. Но он все равно лучше, понимаете? Потому что он может понять, как им правильно жить, если он будет развиваться. Не надо тем брезговать людьми, типа плохой человек этот. Потому что Бог сразу же вспоминает, что мы там вытворяли до этого. И ему неприятно такие сравнения. Это просто стадия развития человека, и все, в луже лежит. Ну, так разве настолько. Больше дальше будет развиваться, лучше будет. Мои дорогие друзья, я же вас помню, ну, два-три года назад, некоторые давно ездят. Я смотрю, как вы приезжали раньше, и как вы сейчас. Вы-то себя не помните же, как вы меняетесь, а я помню. И что я к вам, типа, там, до этого, фу, а теперь нормально, да? Нет. Всегда одинаково. Потому что все души, они все хорошие. Все развиваются. Я верю в людей. Верю, что человек может стать вообще святым. Скоро. Один человек ко мне пришел. Был такой вошнавский фестиваль. Он подошел такой. Говорит, у меня нет одежды вот этой духовной. Можете мне дать? Он такой подошел ко мне. Я говорю, ну ладно, давай тебе дам. Дал ему духовную надежду свою. Потом он говорит, а можете, а у нас дальше фестиваль наш был, ирведический фестиваль, после вошнавского. Он говорит, а можете меня туда взять, бесплатно, у меня денег нет. Я такой, ну ладно. Уже так напрягся немножко. Взял его. Он такой, приехал. Я говорю, потом он там поучился, на следующий раз, чтобы с деньгами приехал. Иди работать и все. Приезжает на следующий раз. Говорит, а можете опять бесплатно взять? Я говорю, нет, не могу. Ты говорю, бездельник. Он такой, ну я вот не хочу работать, хочу духовной практикой заниматься. Что мне делать? Я говорю, ты где живешь? В Омске. Ну иди туда, значит, в ведические монастыри, там живи. Он такой, это ваше наставление? Я говорю, да. И он поехал в ведический монастырь, жив. И у него не было денег даже доехать до туда. И он ехал как-то там на поездах, там договаривался с проводниками. Приехал туда, поселился, начал жить. Прошел год, я приезжаю туда, смотрю, он такой уже сияющий человек. Начал духовную литературу распространять. Потом, я смотрю, он там начал лекции читать. А потом, он у меня попросил благословения, говорит, я хочу людям помогать. Я говорю, он говорит, ну не знаю, как начать читать лекции. Я говорю, возьми, вот у меня книжка есть, прямо учи ее наизусть и пересказывай. и вот так начни. А потом сможешь сам читать лекции. Он начал читать лекции. Потом я увидел, что этот человек очень и очень искренний в духовной жизни. Понимаете, но если бы я ему тогда хоть и не дал и не пустил его на эргетический фестиваль, может быть, Владимира Слепцова и не было. Понимаете? это было 20 лет назад. А сейчас человек скоро станет духовным учителем. Да. Понимаете? Я вам говорю о том, что надо людей принимать такими, какие они есть, любить, потому что мы не знаем, что дальше будет человек. Кем он станет дальше? Кого-то из вас это особо касается, потому что я чувствую, что здесь есть один человек, который сильно не любит своего близкого человека. Очень сильно. И из-за этого Господь ему создает трудную жизнь. Я точно не могу сказать, кто это из вас, но я чувствую, что здесь есть такой человек. Я иногда чувствую, как у нас был молитвенный ретрит, и там этот клуб «Благость», и некоторые люди, я видел, они передо мной сидели, ну, в группах, да, много групп, а некоторые люди онлайн были подключены. И я когда сейчас был в Словении, там мои лекции организовывала одна девушка. И она сказала, Олег Геннадьевич, вы на этом молитвенном ретрите сказали, что один человек сейчас плачет от любви к Богу во время молитвы. И я его не вижу, вы сказали, потому что он подключен онлайн. И она говорит, Олег Геннадьевич, это было я. Я как раз в это время плакала от счастья, что я молюсь. мы связаны с друг другом, все видно, все чувствуется, Господь дает знания обо всем. я вам говорю, не воспринимайте людей как деградантов, не считайте, что они плохие, потому что такое мнение означает приговор, вы делаете приговор самому себе в жизни, Господь с вами будет так же себя вести, как вы с этим человеком. Если вы не можете с ним справиться, ну, находитесь на расстоянии, вас никто не заставляет быть рядом и обжигаться от человека, который ведет себя агрессивно. Никто не заставляет. Живите на расстоянии, молитесь за этого человека. Но опять же, нельзя бросать просто так. Если вы уже связаны узами брака с человеком, бросать просто так нельзя. Ну, в этом заключается аскеза. Это как тюрьма, понимаете, из тюрьмы сбежал, дальше все хуже будет. Получишь больше срок. Поэтому нужно нужно молиться и вы скажете, а как понять, что все уже? Вот как понять, что все уже, как бы я могу дальше идти по жизни? Не всю жизнь же мне приклеенным к этому человеку быть, который не со мной даже жить не хочет. Это понимается по сердцу. Вот вы молитесь, да, и у вас в сердце есть тяжесть по отношению к человеку, он плохой, не могу жить с ним, мне тяжело с ним. Понимаете, вы молитесь, молитесь, желаете ему счастья, ставьте условия ему, ставьте срок, и придет время, у вас сердце такое, вот он какой есть, такой есть, а у меня в сердце легкость, у меня все нормально, у меня к нему претензий нет, у него ко мне претензий нет, как мне кажется, ну или у него может есть, это его дело, но у меня нет претензий, у меня в сердце легкость, все нормально, И в это время даже вам не надо будет Олег Геннадьевича спрашивать. Вы почувствуете, что можно поставить точку. И вы можете дальше спокойно жить, и у вас будет другой хороший человек обязательно. Если вы выполняете все условия правильной жизни, ведете праведную жизнь, то тогда Бог всегда награждает такого человека. Вы думаете, я теряю время с этим человеком. Вы не теряете время, потому что если вы его просите, вот тогда вы потеряете время. У вас будет много лет, знаете, когда ты бросаешь человека, надо еще, там и такие понятия, как промежуточный брак есть. Если жестоко бросаешь, то тебе придется еще в одних отношениях прожить, чтобы тебя бросили. А только следующие уже будут нормальные. Может быть ты и спасешь эти отношения, но опять скрипя зубами, а опять тебе через себя приходится перешагивать точно так же. Понимаете? Только там ситуация противоположная. Там тебя бросают, и ты возвращаешь человека, любя его. А тут ты как бы сам не хочешь жить с этим человеком, и не уходишь, а терпишь его. Ну и то, и другое одинаково. У тебя нет личной жизни в это время. Что от человека в такой ситуации может помочь? Не надо думать, что только семейная жизнь приносит человеку счастье. Человек должен быть счастлив среди людей, среди природы, среди Бога. Запомните, это главное счастье, которое человек должен в жизни получать. А семейной жизни надо, это осторожно надо к ней относиться. Когда-то счастье приходит, слава Богу, когда-то не приходит, ничего страшного. Осторожно, не надо надеяться на семейную жизнь. Как только начал на нее надеяться, там и пошли страдания сразу. За крючок сразу судьба и берет. Она всегда людей, судьба берет только через семейную жизнь. За крючок. И там столько опасностей. То ребенком что-то случилось, то с мужем, то еще что-то, то там налоговая пришла, там инспекция еще что-то сделала с тобой и так далее. Всякие проблемы там, то здесь. Так действует судьба. И ты, если как бы не привязан, но не привязан, означает к чему-то другому привязан. Человек не может быть не привязан вообще. Он к чему-то другому привязан. Если человек сильно чувствует счастье от природы, от Бога, от людей добрых.